Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, и сегодня я на участке у Дмитрия Кострицкого, нашего автора. И мы с вами поговорим о том, как восстановить урожайность и получить хорошие, качественные плоды на старых деревьях яблони. У многих из нас на участках растут старые деревья яблони. Мы любим их, потому что они дают яблоки, вкус которых знаком с детства, радуют нас, вызывают какие-то приятные воспоминания. Но качество их начинает падать, а расставаться с деревом мы не хотим, ведь с ним связано столько приятных воспоминаний. Есть один очень хороший способ, достаточно легкий, простой, не требующий каких-то крупных финансовых вложений, чтобы получать со своих старых деревьев опять крупные, красивые, вкусные яблоки, как будто с молодого дерева. И это основной способ называется омолаживание плодовых образований. В возрасте плодоношения, которое мы сейчас видим, деревья практически останавливают прирост. Или он очень слабый, буквально 15-20 сантиметров, не более. Зато количество плодовой древесины, вот этих плодушек, кольчаток, плодух и так далее, становится очень большим. Но дерево не может их всех вырастить. Практически 90% завязей, 90% цветков растут впустую. Дерево только расходует на них питательные вещества, а листьев, тем не менее, мало, ведь прироста нет. В таком случае помочь дереву сэкономить силы и то, что осталось направить на рост и нормальных плодов, нормальные завязи формирования, помогает прореживание, уборка лишних плодовых образований. Что же такое вообще-то плодовая древесина? Плодовая древесина – это те веточки, те древесные образования, которые несут на себе цветковые почки, из которых потом развиваются цветки, формируется завязь, они растят плоды. Они могут быть в виде кольчаток, в виде плодовых прутиков, копьецов, боковых различных почек. Когда кольчатки, вот эти вот маленькие веточки, разрастаются, они начинают ветвиться, превращаясь в плодушки и плодухи. Но не все они находятся в хороших условиях. Те, которые внутри кроны постепенно угасают, засыхают, либо дают очень слабые цветки, формируют очень слабую завязь. Такие плодушки в первую очередь нужно удалять. Итак, подойдя к своему старому дереву, первое, что мы должны сделать – это убрать, вырезать все больные, старые, поломанные ветви. Это как начальный этап любой, безусловно, обрезки. И после этого мы приступаем к прореживанию плодовых образований. В первую очередь, опять же, удаляем те, которые имеют признаки поражения болезнями, той же самой плодовой гнилью или раком. Мы удаляем те плодовые образования, которые не несут почек, они как будто заглохшие. Либо почки у них маленькие, чахлые, их очень мало. Понятно, что дерево ничего хорошего из них не вырежет. Мы убираем те плодовые образования, те плодухи, плодушки, которые расположены очень густо, вырезая их вровень с основной веткой. Те же, которые находятся в хорошем месте, хорошо просвечиваются солнышком, имеют хорошие толстые тучные почки, мы укорачиваем. Прореживаем их, убирая те ответвления, которые перекрещиваются, трутся, которые находятся в невыгодном положении, допустим, уходят вниз под ветку, где света очень мало. Делаем это с таким расчетом, чтобы их осталось примерно на одну треть. А если дерево склонно к перегрузке урожаем, то можно удалить иногда и половину. Не забываем обязательно замазывать крупные раны, а именно те диаметры среза, которых превышает сантиметр-полтора. А рано весной, в период набухания почек, деревья после такой омолаживающей, детальной обрезки, обязательно обрыскиваем препаратами меди. Дело в том, что большое количество мелких ранок может спровоцировать вспышку раковых заболеваний. И здесь мы выбираем из двух зол меньшее здоровье нашего дерева на первом месте. Поэтому бордоская жидкость, азофос, медный купорос, купраксат, медекс, любой препарат меди приветствуются в вашем саду после омолаживающей, детальной обрезки яблони. Как только вы уберете лишние, загущающие, старые, больные ветви, проредите крону своего дерева, уберете избыточное плодовое образование, дерево обязательно отблагодарит вас урожаем крупных, сочных, красивых яблок, как будто на молодом дереве. Процветания вам и вашему саду! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и большое спасибо вам за вашу подписку, за то, что вы остаетесь с нами уже многие годы. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!